Финальный галлоконцерт детского талант-шоу Джанл Эсес можно смело назвать главным музыкальным событием года в Крыму. Это масштабное, эффектное, трогательное и патриотичное зрелище надолго запомнится всем его участникам и зрителям. Зал Государственного Академического Музыкального Театра в Симферополе был заполнен до отказа. Дети зарядили свои энергии с первых же мгновений галлоконцерта, спев гимн Талант Шоу Джанл Эсес. К этому шоу его организаторы готовились целый год. Поиск одаренных детей шел по всему полуострову с проведением двухэтапных отборочных конкурсов. Несмотря на то, что Татлы Сес, как проект телеканала «Ля-Ле», был вынужден пока в Крыму закрыться, мы, тем не менее, не прекратили эту традицию проведения подобных ярких, очень красочных, очень нужных конкурсов для нашего народа. И наша команда «Кара Денис Продакшн», которая в основной своей численности и являлась командой АТР, и которые остались в Крыму, мы решили продолжить эту добрую традицию, взяв аналогичный просто конкурс, все те же форматы и назвав его «Джанл Эсес». Будет он называться как-то по-другому, это не имеет значения. Для нас приоритет – это самое главное – дети, чтобы они все больше и больше приобщались к культуре, к крымских татар, к традициям. Это для нас самое главное. Джанкой и Судак, Бахчисарай и Старый Крым – география участников «Джанл Эсес» с каждым годом становится все шире. Растет и творческий уровень юных артистов. Выступления финалистов этого года впечатлили даже самых строгих членов жюри. Чудесные и звонкие голоса детей, среди которых были не только крымские татары, завораживающие грации и огненно лихие национальные танцы, поставленные с помощью именитых мастеров. Маленькие участники конкурса, впервые вышедшие на большую сцену, демонстрировали полную самоотдачу. Но часто уверенность на сцене сменялась волнением за кулисами гала-концерта в ожидании объявления победителей. Традиционно детский конкурс поддерживают неравнодушные к маленьким талантам бизнесмены. «Джанл Эсес» каждым годом становится более интереснее и ярче. Мы вкладываем в наше будущее и будущее наших детей. Мы поддерживаем и будем поддерживать в дальнейшем, иншаллах, чтобы такие мероприятия культивировались, чтобы дети имели возможность площадки для роста. Надо думать о своих детях, о детях, которые растут в Крыму, о наших детях, и думать об их будущем. И чтобы это будущее было, надо, чтобы они показывали свои таланты в сегодняшнем дне. Вот такие конкурсы – это как раз поддержка и развитие творческой личности. А творчество, как известно, это раскрывает людей. А нашему Крыму нужны умные, талантливые и сильные личности. Не сдерживали своих эмоций и восторга от концерта и его зрители. Я безумно рада, что у нашего народа невероятное количество таких талантов. Я всегда с удовольствием, с огромным прихожу на этот концерт. Я, честно говоря, когда смотрю на этих детей, я вдохновляюсь. Выбрать победителей в этом году было невероятно трудно. Первой в номинации вокал среди маленьких участников стала Дарья Сусла. Среди старших участников лучшей певицей названа Мавили Саранаева. Первым в номинации хореография в младшей категории стал Зекирья Мустафаев. Старший – Шекуфи Абкелямова. И, конечно, все финалисты получили ценные подарки. Наши дети радуют нас своим творчеством, своими успехами. Поэтому как-то в сторонке оставаться очень не хотелось. Решили поддержать наших деточек, чтобы у них было больше возможности себя показать, порадовать нас. Решили поддержать наших деточек, чтобы у них было больше возможности. Решили поддержать наших деточек. Яркое исполнение крымско-татарского гимна стало эффектным завершением вечера. Субтитры создавал DimaTorzok